вы кто тут из знающих сведущих что это за растение такая целое поле и мужик давеча на машине остановился тоже смотрел и чё-то набрал вроде посушить так и покажи чё там эти семки получается есть да да вот похоже на конопленные семечки слушай по моему это конопленное поле нигде ничего не стоит не не срывайте не кушайте не ешьте там не значит такое не курить всем привет думаю ни для кого не секрет что актуально велосипеды стоит довольно таки дорого и когда я говорю дорого я подразумеваю некое сравнение с чем же сравниваю конечно же с велосипедами которые от таких марок которые нельзя охарактеризовать как они на хайпе и с топами или средними велосипедами или бюджетными велосипедами прошлого от тех же самых марок то есть если вы посмотрите она стоимость велосипедов у того же specialize то можно заметить там что те же самые с works рубе раньше стоили в абсолютном топе где-то 78 тысяч это рекомендованная стоимость сейчас они стоят уже там под 14 тысяч евро это что касается топа и здесь конечно же думаю вопрос возникает о том стоит ли она того и больше наверное почему она столько стоит здесь аргументация со стороны индустрии и близких к индустрии людей заключается в том что бренд создает определенный имидж и вкладывает в это бешеные деньги то есть остановимся вот на треке трек сега фреда команда она стоит тоже огромных денег вы знаете что профессиональные велоспортивные организации они не приносят прибыли в них только вкладывают в основном и взамен получают возможность того чтобы о них кто-то узнал то есть освещение в сми и если гонщики трек мало чего выигрывают то этого освещения тоже очень мало смысл всей рекламы через профи это показать что профи на этом на велосипеде x что-то выиграл и в конечном итоге это велосипедом по крайней мере не помешал профи выиграть и значит не помешает и тебе да логично но в эту маркетинг машину вкладываются огромные деньги создает создаются имиджи и потом люди согласны платить определенную монету за обладание этим имиджем и ассоциацию себя с вот с этим имиджем то есть когда мы постим фотографии в социальных сетях страва instagram там на ютюбе видео делаем люди смотрят ага у этого человека такой-то такой-то велосипед он столько-то столько стоит там возможно какой-то знаменитый велогонщик использовал именно эту модель и у нас все это в голове крутится и создаются определенные ассоциации и вот за вот эту мозговую работу за создание имиджей которые на деле то но ничего не значит вроде как или не должны ничего значит мы и согласны платить то есть это тот же самый там луи вутон гучи и всякие такие бренды которые производят вещи которых от которых у некоторых людей просто вот фейспалм начинается но там написано луи вутон там написано гучи и это определенный сигнал на то что нас окружает и за этот сигнал нужно платить то есть в вело среде в вело брендах вся та же самая тема но есть небольшое но типа вот вы вкладываетесь в этого все это конечно все здорово но все равно давайте посмотрим о чем вообще идет речь это в основном бренды которые находятся в европе в сша которые производят в странах азии здесь три самых больших наверное страны это китай конечно же это тайвань это часть получается китая да кто-то так говорит и вьетнам там вроде чуть поменьше но все равно значительно а все остальные страны том числе европа это если кумулятивно все это собрать то будет меньше чем в одном в тайване только производится то есть какие-то нерелевантные чисто вот у нас имеется эти три огромных страны и гигантские там производители которые производят не только велосипеды но и вообще все подряд и они производят все что там из карбона там не знаю какие-то спортивные снаряды или вот для тенниса теннисные ракетки там такие вещи бренды дают собственно заказы на практически все в китае делается или в тайване делается практически все то есть от инженерии от собственно тестов до покраски до молдов тоже даже то есть сами молды тоже производитель разве что может повлиять на производство выразив какие-то мысли по поводу того как должна выглядеть эта рама и потом все это делается причем даже так насколько я наслышал что в китае все производится но потом вывозится в тайвань и там доделывается там краску ставят или еще что такое и потом только транспортируется в европу это связано с тем что какие-то вот налоговые там что ли проценты меньше и это выгоднее то есть большинство все равно делают в китае но перевозят в тайвань и чтобы сэкономить собственно вот и и по разным оценкам эти рамы стоит одна рама карбоновая топовая она не превышает стоимость в около 500 долларов и да по некоторым другим источникам это мы говорим здесь где-то паре сотен долларов не тысяч паре сотен долларов и в итоге эти бренды получают потом обратно свои велосипеды если они их еще соберут то тоже здорово здесь как роза байк сделает как канин делает хотя в германии собирают то что из китая заказано было и потом продают соответственными сервисами гарантийными обязательствами прочим и вот как из рамы которая стоила ниже 500 долларов образуется потом рамы которая стоит под 6000 под 7000 долларов как в случае того же мадонны или подобных вот здесь большой вопрос в чем ведь когда мы покупаем наверное такой велосипед супер мега дорогой мы думаем что здесь должно быть все на сто процентов почему потому что в принципе в такой области в которой это рама во первых в производстве не такая сложная во вторых само по себе понятие или явление велосипеда это ну простой механизм на самом деле которому уже сто лет в обед или 200 лет даже может быть это абсолютно простая штука так еще и к этому прибавьте все ограничения и си ай и тот факт что на раме особенно это результаты не сделаешь то есть там инновации минимум реально минимум карбон разные используют немножко полегче плюс-минус и вот ты думаешь что в этом велосипеде блин его не сложно создать должно быть все просто отлично классно но есть такие каналы как люшер техник есть такие каналы как хамбини пик торг и другие которые о которых я не знаю но которые рассказывают и показывают фактически что оказывается не получилось сделать овальным прорезь для кареточного узла для каретки то есть кареточный узел не какой-то асимметрии обладает узнает мы узнаем о том что в этот quality control он ну вообще не знаю такой же наверное как у нас вот в магазине в лидле там была серия недавно продуктов содержащих коноплю конечно же без тхц и там очень много их было они веганские отчасти были и мы такие с камилой подумали взять не взять потом думать нафиг большинство из них были очень жирными и на следующей неделе что вы думаете висит объявление что все эти продукты изъяли из продажи и у кого есть можете вернуть потому что там нашли повышенное содержание этого самого тхц вот примерно наверно наверно такого же качества quality control то есть это дети могли продать на самом деле и неделю они могли эти конопляные штучки с тхц закушивать и можно подумать что покраска тоже должна быть супер качество но даже если взять ту же самую автоиндустрию там вся лакировка на уровень лучше на уровень лучше то есть этот покраска у трека она сейчас в айкон цвете стоит 1800 евро вы думаете вы платите за качество относительно бесплатных покрасок нет вы платите просто за определенный вид покраски это искусство 1800 за 1800 евро я картину этого мадонна могу заказать в фотографическом качестве от не знаю какой-нибудь талантливого студент или еще что но не здесь продается лак не самом хорошем качестве это не только у трека здесь лучше по моему качество покраски велосипеда это матово-черный там сделать что-то неправильно очень сложно все остальное там иногда какие-то волны бывают какие-то ошибки так еще и все это облапошивается в процессе использования еще один момент это подгонка велосипеда под человека на топ на топейшем уровне тот же трек тот же специалист в комплитах они не предлагают разной ширины руля разные длины выноса разного сетов под сидели там разных все дел разных рулей просто конечно фантастика за такую стоимость ожидать минимум индивидуализации максимум экономии со стороны производителя они производят до сих пор в азии и там еще стараются сэкономить в китае производит потом пересылает тайвань до для последующей обработки причем при пересылают не готовые да это тоже важно с точки зрения налогов потому что если готовый продукт будет транзитом из китая в тайвань перенесен тогда уже налог будет как на готовые продукты здесь не готовые продукты перевозят и возможно вот таким макаром тоже в европу завозят этому самому kenyan или роза типа это не готовый еще продукт хотя там реально каретку вставить и вилку и все и до поставить руль вот для определенных комплитов определенной ширины и определенной длины выноса чтобы потом пользователь не мог сменить просто так этот самый руль а должен был искать у того же kenyan подходящий руль вау просто круто окей это было все от меня это все что я думаю по этим супер мега дорогим велосипедом я считаю что они своего абсолютно не стоят здесь стоит посмотреть видео которое делал недавно по велосипедам до полторы тысячи евро где-то около того у этих велосипедов отличное переключение отличные рамы и рули конечно же тоже одного размера для одного одной ростовки но они не стоят целого состояния их можно будет легко сменить на подходящий и там буквально колеса сменить и все то есть они ничем ничем абсолютно с точки зрения производительности отличаться от 13-14 тысяч евро дорогих велосипедов не будут на мой взгляд что думаешь ты в комментариях пожалуйста не стесняемся спасибо огромное за внимание достава